Здравствуйте! Здравствуйте! Это опять я в образе старой шпакля. Хорошими делами прославиться нельзя. Здравствуйте все! И кто меня поддерживает, и кто меня ругает, ведь всё равно зайдёте и смотреть будете. Заинтересовались? Ругающих много? Значит, интересно! Можно прославиться хорошими делами или нет? Нет. Будем продолжать про городскую колхозницу. Опять. Сегодня она там разъезжала в свои коробчонки, но несла опять, ну что попало, нельзя ей садиться в машину. У неё как попа на месте и ноги, у неё язык без костей мелет, что попало. Вот утром едет она в эти свои коробчонки. Я теперь поняла, что про науку передачи мы смотреть тоже не будем. Она нам всё расскажет. И про озоновый слой она нам расскажет. И про потепление она нам расскажет. И она говорит, что к Матронушке она поедет. Что она будет просить, как вы думаете? Хорошая погода, что ли? Или что по озоновой там все дыры у нас закрылись. Вот всё в кучу собрала. Несёт, что попало. Научная наша дама. Вот вы говорите, что я такая-сякая. Да какая я? Нормальная. Вот она справки собирала на пенсию. Говорит, что работала на каком-то заводе. Врёт. Врёт, как всегда врёт. Едет мимо остановки и удивляется, что люди в половине седьмого стоят на остановке. И говорит, что у неё муж работал там в таксопарке. Он что у неё? К двум часам дня, что ли, ходил в этот таксопарк? А она на завод к скольке ходила? Ну? Удивляется, что люди рано утром идут на работу. Сама-то привыкла дрыхнуть сколько угодно. Выйдет там с утра, как она говорит, извините, попиздоболит по своей территории. И опять спать ложится кверху жопой. Ой, ругайте, ругайте. Всё сказал, как есть. Всё сказал, как есть. Погода её не нравится. Поедет, наверное, к Матроне погоду просить. Может, выпросит. Незначённое там отвесит. Вот. В общем, вот так вот. Ездила она там за своими яйцами. Или каких яиц не хватает. Но это уж её дело. Пусть она там, так сказать, забавляется. Со своими яйцами. Разводит, выводит. Ой, а про золотую рыбку. Это ж вообще чумец. Вот вы думаете, что? Почему у неё всё так хорошо-то? Оказывается, она на короткой ноге с золотой рыбкой. Всё теперь понятно. Придёт она на этот распределительный пункт. Попросит у золотой рыбки. Почему-то только по щучьему велению, по-моему, хотенью. А там рыбка-то золотая, не щука совсем. Говорит, что она ещё рыбачка. Соня как-то в море. Накинув берегу. Баркас. Ну, это ещё не всё. Да, это рыбку отличить от щуки не может. Ну, не важно. Но я теперь точно поняла, что с рыбами она на одной ноге. На короткой. На очень короткой ноге. Ну, и поэтому придёт она в это тайное место. Попросит она у золотой рыбки всё. А то и бедненькой деваться некуда. Вот сказки-то там сколько раз старик ходил и просил. Ну. А это ходит бесконечно. Бедная золотая рыбка. Может, она ей тоже взятки даёт. Что-то и все её желания-то исполняет. А которая мимо-то проплывала. Там пучеглаза не понравилась. Так она прямо её так и оскорбила всяко-разно. А вот кто она тогда? Владычица морская? Озёрная? Или морская, раз она с золотыми рыбками на короткой ноге? Может, русалка? С кем её, Анатольевич, живёт? Он, наверное, невод-то забросил. Ой, хвост ей отрубил, лапы-то приделал. Поэтому она в колошках. Как в ластах своих, по привычке. Наверное, девочки, она русалка. А мы-то думаем, что она возле озера поселилась, да? Вот и оказывается. Ну, труд-то её, всё, русалочка-то прёт. Вот. Она этих рыбок выстроит в ряд. Всем даст приказание. И они исполняют ей. Вот так вот. Ой, я теперь точно ещё вот что поняла. Поделюсь с вами своим таким мнением. Она... Почему постоянно нам про наводнение-то рассказывает? Она такая опытная стала ютубёрша. Она почти как режиссёр. Она всё продумывает. Она держит своих зрителей в напряжении. Как будто это детектив. Что же дальше будет? Потонет она или не потонет? Как в любом детективе. Чем же всё закончится? Вот и смотрят её эти там тысячи. Ну вот. Молодец. Освоила. Дур-дур прикидывается, да? Как в анекдоте, да? Про обезьянку-то. Знаете, наверное? Ну, как-нибудь расскажу. Как бы. Слову придётся. Так вот, я всё думала. Как же это назвать-то её там сказка о рыбаке и золотой рыбке? Или по щучьему велению? М-м-м. Нет. Рыбка на посылках. Вот такое выражение. Рыбка на посылках. Ты что, говорит? Рыбка на посылках? Во. Рыбка на посылках. Она же за посылкой туда ездила. Прямо вот чётко. Рыбка на посылках. Получила она свою посылку. Сколько было радости. Ой. Сколько было радости. На обзор прислали ей коптильню. Сто раз она об этом сказала. Сто раз. Вот. Я приказала, рыбка исполнила. И она эту коптильню дать вам по щучьему велению, говорит. По моему хотенью. Владычица Озёрная. Получила. Вот вы знаете, что. Она опять демонстрировала свои технические познания. Оказывается, в любой технике. Вот обзор ей присылают. Ведь ну не на обзор. Вот как с молочной фермой. Обзор-позор. Оказывается, в любой технике вы не знали, что самое главное, чтобы всё было блестящее, как в сороке. А не лёд всё блестящее. Тащишься к себе в гнездо. Всё блестящее. Всё красивое. Крючочки очаровательные. Решёточки замечательные. Всё блестит. Какой-то там цилиндрик, коршечек. Всё показал. Всё рассказал и сказала, вот полчаса нам на изучение инструкции, колбаса у нас уже готова, и мы вам всё покажем вместе с вами будем собирать. Наврала. Наверное, ума не хватило у них вместе с Анатольевичем изучить инструкцию. Будут кого-то там ждать. Назвала она так кого-то. Кто-то им там помогает технически. Ну, конечно. Ну, что она там в этой технике может понять? Извините. Если она там всё время говорит, резетки, резетки, резетки. Вот вы её слушайте. Пойдёте вы там вот. Ведь говорят, есть чему у неё учиться. Придёте, спросите, дайте мне резетку. У вас спросят. Какую? Куда? Оказывается, для электрической. Розетка. А то резетка, да резетка. И при чём здесь Украина? И при чём здесь она хохлушка? Слова-то-то они... Неужели там у них резетки? Кто там украинский язык-то знает? Мне кажется, тоже не резетки. Как-то не хочется в этом украинском словаре копаться. Но она опять нам лапшу на уши вешает. Как хотите. Врёт. С техникой не справляется. И непонятно. Вот у неё там кто-то уже эту ПМЗ демонстрировал. Она слюной захлебнулась. Вытребовала себе, значит, у золотой рыбки. Получила. И теперь тоже будет делать обзор на своей этой. Колбаса, говорит, у меня готова. Сожрали они эту колбасу. Сожрали, поэтому и не показала. Если бы не сожрали, то бы точно показала нам, как она коптила. Теперь пока она кому-нибудь секер башку не сделает, или новую колбасу не закатает, ничего мы от неё не увидим. Так я думаю. А вы как думаете? Вот говорите вы. Говорите, что я её всё время ругаю. Не ругаю я её. Не обзываю я её никакими словами. Она сама хлеще меня вон что говорит. Она ехала, когда в машине-то с утречка, видимо... Или нет, нет. Во второй серии-то она ехала. Я сама себя идиоткой назвала. Смылась, говорит, мечта идиота. Ну. Едет она за этой своей коптильней. И вспоминает она там сыроварню. И говорит, что... Вот так она так сумела сказать, что в конце вот сыроварня, говорит, и царствие ей небесное. Я понимаю, что она там женщину какую-то вспоминает. Ну вот аналогия-то вот ляпанула, да? А я так думаю, а тогда вот эту молочную ферму, которую она оставила, получается, в царстве отца Сергия, да, молочная ферма, та, значит, ну, вот как-то прям на эту тему я вообще-то не люблю шутить. Но она ляпает, ляпает и ляпает и продолжает ляпать. Вчера, когда я ей задала вопрос. Ленк, а Ленк, а где бомбила? А она сегодня на тему, пожалуйста, бомбилу показала. Все. Но мы же сказали, что она там попыталась, как органы опеки, отобрать у бомбилы бомбилят. Ничего не получилось. Даже бомбил ей не подчиняется. Тут что-то у нее с золотой рыбкой-то расхождение получается, да? Ой, вот прям, ну, не могу. Я после вчерашних ее этих самых культурных, так сказать, выступлений, да, сегодня вот опять, она вот заходит в этот сарайчик свой и начинает. Там за туманами, грязными сранами, дальше петь не буду. Свиньи свободу просили себе. Ленка орала, не понимала, что натворила в свинской судьбе. Да, вернула она назад бомбилят. А бомбиляты-то умные. Они сами себе там сегодня ходили и новую квартиру искали. Так что нечего. Надо вовремя. Они сами сообразят. Без тебя, бомбилята, что, где поселиться там ей? В общем, вот так. Все у нее там затуманилось в голове. И вам, дорогие ее защитники, она глаза замылила, и вы правда-то не видите. Вот так. С чем я с вами хотела сегодня поделиться? Как-то вот и смех, и грех, как говорится. Вот меня все время ругают и спрашивают, зачем все это нужно, зачем нужно. Ну, я вам скажу, как я докатилась до жизни такой. Кратенько так. Вот смотрела я на этих ютубах, что попало. Нарвалась на канал. Там что-то мужчина и женщина переселились тоже горожане в село. Забыл, как называется канал. Потом через них вышла на Козу Дозу. Посмотрела их. Сейчас тоже иногда заглядываю. Ну, там они своим делом занимаются. Люди, мальчишечка у них за это время вырос. Хорошо, так пацанчик, так мне нравится. А через Козу Дозу на Казачку. Вот. Ну, там они что-то поссорились когда-то. И вот он там что-то о них что-то сказал. Думаю, надо посмотреть. Вот такая набралась. Значит, вот нате вам, пожалуйста. Да. А потом, когда эта дама-то, наша колхозница, к ней в гости приехала, а я тут тоже посмотрела, думала, что я как его. И мне она прям понравилась поначалу. Но потом, когда она лопухнулась-то, думаю, да, как-то я к ней пригляделась так внимательно. Ой, а тут прям вон девчонки все пишут про ее подружаек. Я так, ну вот времени не хватает их внимательно смотреть. Вы уж извините. Прям некоторые говорят, вы вот эту вот посмотрите, она тоже не очень. А вот эту посмотрите, она там тоже что-то вытворяет. Ой, на всех времени не хватит ни разорваться. Дай бы хоть Бог с одной, как говорится, разобраться. Нет, я с ней не разбираюсь. Нет. Пусть она живет своей очаровательно-сознательной жизнью. Вот, ну а так, вот, мое мнение. Не нравится? Ой, как меня ругают. Мамоньки, каким словами так мне обзывают? Я пока что так это кратенько даю им возможность разгуляться. Ну, не, так вот. Они же этой... Лене-то сказать-то ничего не могут, да? Вот даже если вот... Даже если она им чем-то не нравится, она их там бэнц-бэнц-бэнц забанит. А они все это злобы, вот что она их так там сильно обманула. Они все на меня ее... Хлобись, хлобись, хлобись. А вроде как ее защищают. А я же чую, что нифига они ее не защищают. Все точно так же, как и я думают. А как? Вот вы понимаете, когда человек столько лет ее поддерживал, нахваливал, ну как же сознаться в том, что, извините, он лопухнулся. Вот я, я осозналась, да, лопухнулась я с ней. Ну, таких же есть, ну, единицы, да. Присоединяйтесь, вы не стесняйтесь. Да. Спички так вот, глыски вставьте. Открытыми глазьями посмотрите, чему вы там у нее учитесь. Ну, чему? Не знаю. Вот сегодня там одна девушка ко мне зашла, женщина оказалась, и говорит, вот я вас посмотрела, вы ко мне зайдите посмотреть. Ну, вот с первого же ролика, вот зашла, посмотрела, ну, нормально, сажают огурчики. Я вот прошлый год сажала огурчики, они у меня там как-то не очень хорошо получились. А она все показала, все красивенько рассказала. Мне такие каналы очень даже нравятся. Вот. Может быть, в этом году и были у меня прошлый год огурчики. Но не как раньше, что-то прошлый год они у меня там с температурным режимом, я что-то там напутала. А вот, а у этой, вот скажите, чему я у нее могу научиться? Она на эти грядки свои там посадит, и ругается на них, и ругается на них, на всех, на этих бедных курей ругает. Сегодня, правда, она их там нахваливала. Наверное, смотрит передатчики-то, как-то вот немножко язык-то с твой старается поприжать. Так что я не зря здесь работаю. Ну, совершенно не зря. Вот. Так что те, кто глаза промыл, можно святой водичкой. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь, не стесняйтесь, будем дальше. Да. Нет, я не хочу дурака учить, так портить. Нет, мы не будем. Мы так вот будем глаза раскрывать. Ну, ладно. Вот. Значит, шарфик я сниму. С вами попрощаюсь. Всего хорошего вам пожелаю. До свидания. Добрава. Благополучия. Не забывайте благодарить жизнь за то, что она вам посылает. До свидания.